Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бестворение Святителя Иоанна Златонгусска. По мере того, как умножается в нас страдание Христовое, умножается и утешение наше, где скорбь, там и утешение, где утешение, там и благодать. Когда он, как Павел, вернут был в темницу, тогда сотворил чудеса. Когда потерпел кораблекрушение и занесен был в варварскую страну, тогда особенно прославился. Когда связанный вошел в судилище, тогда победил самого судью. Так бывало и в Ветхом Завете. Среди искушений процветали праведники. Так Триотрака, так Даниил, Моисей и Иосиф. Все через искушения сделали славными и удостоились великих венцов. Подлинно тогда душа и очищается, когда терпит скорби ради Бога. Тогда она получает большую помощь, потому что имеет нужду в большем содействии от Бога и достойнее большей благодати. А делаясь любомудрою, приобретает в себе великие блага, не говоря уже о тех наградах, какие отложены для нее у Бога. В самом деле скорбь искореняет высокомерие, отсекает всякое нерадение, приучает к терпению, обнаруживает ничтожество дел человеческих и приводит к великому любомудрию. Ей уступает все страсти, зависть, ревность, похоть, властолюбие, пристрастие к богатству, плотская любовь, гордость, высокомерие, гнев и весь остальной рой душевных недугов. И если хочешь на самом деле видеть это на примерах одного ли человека или целого народа, то я могу тебе показать, как живших в скорби, так и проводивших жизнь в благополучии. И научить, какая происходила польза от скорбей и какая беспечность от недостатка их. Так евреи, когда подвергались страданиям и гонениям, тогда стинали, призывали Бога и получали свыше великую помощь, а когда уточнялись, тогда оставляли Бога. Так же неневитяне, когда жили безмятежно, до того прогневляли Бога, что Он угрожал истребить до основания весь город. А когда смирились, услышав проповедь Ионы, тогда показали великое любомудрие. А если хочешь видеть пример на одном человеке, то вспомни о Соломоне, когда он с заботой и беспокойством размышлял о том, как управлять народом, тогда удостоился боговидения. А когда стал жить среди удовольствий, то впал в самую бездну несчестия. А что сказать об отце его, когда он был чуден и удивителен, не так далее, как был в искушениях. А Весолом не тогда ли только вел себя благоразумно, пока находился в бегстве, а возвратившись, не сделался ли мучителем и отце-убийцею? Что скажем об Иове? Правда, он славен был и во время благополучия, но еще славнее он оказался после скорбей. Но нужно ли говорить о давнем и древнем? Если кто рассмотрит и настоящие наши дела, тот увидит, как велика польза скорбей. Ныне, наслаждаясь миром, мы ослабели, обленились и наполнили церковь тысячами зол. Когда же терпели гонения, тогда были целомудреннее, благонравнее, ревностнее и усерднее. Как к этим собраниям, так и к слушанию. Что огонь для золота, то скорбь для души. Она стирает с нее скверну, делает ее чистую, светлую и ясную. Скорбь вводит царство, а беспечальная жизнь, в гиенну. Вот почему путь к царству тесен, а в гиенну пространен. Потому и Христос, как бы предлагая нам какое-нибудь великое благо, сказал, в мире будете иметь скорбь. Итак, если ты ученик Христов, иди путем тесным и скорбным, не ропщи и не унывай. Если ты для Господа не хочешь терпеть скорби, то все же будешь терпеть скорби по другим причинам, Но без всякой для себя пользы. Так и завистник, и корыстолюбец, и привязавшийся к блуднице, и тщеславный, и преданный всякому другому пороку, Терпит многие печали и скорби, и скорбит не меньше плачущих. Если же не проливает слез и не плачет, то от стыда и бесчувствия. А если бы ты проник в душу его, то увидел бы, что она обливается бесчисленными волнами. Итак, если и той, и другой жизнью живущим необходимо, должно скорбеть, то почему мы не избираем жизни, которая вместе со скорбью доставляет бесчисленные венцы? Всех святых Бог вел этим путем, путем скорби и тесноты, как для их собственной пользы, так и для предохранения других, чтобы последние не думали о них выше их достоинства. Аминь. Божья милость не будет негрешным, создав мне Господи, помилуй меня. Бесчиславясь и греши Господи, прости на грешном. С праздником, братья! Бесчиславясь и греш, Спасибо. 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 Спасибо.